Друзья мои, добрый день! Сегодня 2 апреля, Ленинградская область. Отвечу на вопросы, покажу, что я дальше делаю со своими перцами, которые я обрезала. Но сначала я хочу сделать небольшое объявление. Сегодня утром мне попался ролик очень печальный и даже расстроилась я очень сильно, конечно, понимая этого человека, кто не занимается растениями, не имеет теплицы. И, конечно, тоже, может быть, поймут, но не так. Это, можно сказать, что действительно такая большая неприятность, большое горе. У девочки я на нее не подписана, не знаю, даже не знаю, как ее звать. Просто вот посмотрела 3-4 минуты, ужаснулась. На 31 число ночью у нее сгорела теплица с маточниками. Зрелище, конечно, удручающее. Чувствуется, что женщина там вся, естественно, что в расстройстве, в шоке. Но внизу написана карта, номер карты Сбербанка. Ну, я буквально 3 минуты посмотрела ролик и перевела некоторую сумму. Хочу обратиться к своим подписчикам. Мне кажется, вот в этом случае человеку можно помочь. И я понимаю, что, конечно, у многих с деньгами, ну, проблематично. Меня смотрят пенсионеры. Но, понимаете, даже сумма 30-50 рублей, и если ее посмотрели 60 тысяч, то человека это просто спасет. То есть они спокойно могут поставить теплицу, и она спокойно может пережить сезон, потому что, естественно, что заработка никакого не будет в этом году у нее печальное-печальное зрелище. Поэтому оставлю ссылку, можете посмотреть, и если кто сможет помочь. И я думаю, что она будет благодарна. И, конечно, я буду крайне благодарна, что у меня вот такие хорошие подписчики. Друзья мои, сегодня у нас опять перцы. Есть вопросы, поэтому буду отвечать. И будем дальше выращивать. Все идет хорошо. Только погода подводит. Идут снега постоянно, каждый божий день. На улице холодно. Переехать невозможно. Даже петуни не могу перевезти в теплицу. В общем, потому что ночами минус 10. И буквально за 2-3 дня тоже снега выпало. Порядка 30-40 сантиметров. Вроде до этого снег весь растаял. Поэтому здесь тесно очень на веранде. И практически невозможно снимать ролики. Потому что, ну, сами знаете, когда много рассады, с одного места на другое переставляешь. Что-то подгорает на солнце, когда вот выдвинет немножко. В общем, короче, проблематично. Ну, вот такое, может быть, длинное вступление, друзья мои. Ну, приступим. Значит, спрашивают вопрос. Обрезали перчик. И пошли пасынки. И один тип, вот я тоже рассказывала, заменяет вот этот центральный как бы стволик. Что с ним делать? И вырос, перерастает. Друзья мои, как можете видеть, я их тоже обрезала. Обрезала. Это острый, сразу говорю, лимон дроб. Вот. И видите, тоже пошли пасынки. Пошли пасынки. Сегодня я при вас хочу обрезать вот этот. Тоже, видите, какой длинный. Совершенно ни к чему. Здесь уже заложил почечки. И я хочу его тоже обрезать. Время еще есть. Все нарастет. Посчитаем листочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь листиков оставлю. Ну, и девятый вот так. Нет, не буду вот так вот оставлять. Все, вот так вот обрезала. Вот. И так в процессе мы формируем. Как можете... Вот здесь вот уже пошли. Вот здесь вот пошли тоже пасынки. То есть у меня еще получается, я и все пасынки обрезала. Вот здесь вот на лимон дропе. Но впереди у нас сезон. И вполне посмотрим, что у нас из этого выйдет. Какой он будет в теплице. Но пока вот так вот. Все нормально. Значит, следующий вопрос. Следующий у нас вопрос. Не растут пасынки. Не растут пасынки. Берем вот эти. Да, это уже сладкие. Это я показываю вам рамира желтый. Забор вот красный. Он очень долго всходил. И здесь я его вообще только что обрезала. Вот. Испанские сладкие тоже. Я его постоянно в течение нескольких лет сколько выращиваю. Я его обрезаю. Сейчас мы на них посмотрим. И решим, что нам с ними делать. Видите, даже вот убрать некуда. Пристроить. Сейчас. Вот. Значит, это у нас что? Испанские сладкие. Вот видите. Теснота. Все, лист разодрала. И один, и другой поторопилась. Хочется, чтобы рюрлик покороче был. Здесь вот видите, тоже пошли пасынки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пасынков пошло на нем. Ну, пока они такие маленькие. Для этого мы их посадили 3-го, 0-го. Как раз через месяц вырастут пасынки. Вот это все поубираем. И у нас будет точно такой же кустик, как я вам показала. Также этот забор красный поздно всходил. Долго, F1. Ну, тут еще, ну, тоже вон завязываются. Здесь уже рамира желтый. Это свои семена. Вот он уже, вот имеет вот такие вот пасынки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь штук. Ну, здесь еще не выдвинулся. Вот, считаю, что тоже нормально. Все хорошо. Пусть растет. И, и, и. И что же мы с ними делаем? Ну, кто торопится, кто там живет южнее, что уже в ближайшее время нужно высаживать. Сегодня, кстати, я тоже полью обязательно эти растения. Чем же буду поливать? Это я возьму удобрение 18-18-18, плюс магний там и микроэлементы. Есть у меня такое. Можно взять от мастера, от агромастера. Это акварель от буйских. А есть такое хорошо растворимое удобрение. Я и показывала, рассказывала не единожды. И прибавить аммиачную селитру. Это, значит, азотик. Два грамма и 0,4 аммиачной селитры. Получается, это на литр воды расклад такой. И поливаем. Сегодня я полью. Уже без вас я это сделаю. Я не единожды показывала на весах, взвешиваю. Развожу в теплой, хорошо воде и поливаю. И все вот у нас вырастет. Все вырастет. По мере вырастания этих будет 2-3 листочка, 4. Обрежу вот эти старые листья. И будет вот такой пушистый хороший кустик. Все это в процессе тоже будем смотреть. Чувствует себя хорошо. Семидоли, как можете видеть, все на месте. Растут пасынки, листья зеленые. Все нормально. Это вот по этому поводу. Друзья мои, если есть вопросы, спрашивайте. И еще один был вопрос. Сегодня я хочу проэкспериментировать с поланечкой чудо. Было тоже посеяно 3-го, 0-го, 2-го. Два растения у меня. Я хочу все-таки одно обрезать. Время есть, потому что я смотрю, там завязываются тоже боковые пасынки. Вот они. Очень тесно, конечно. Семидоли на месте. Листья зеленые. И вот уже пошло раздвоение. И вот такие вот веточки пошли. Спрашивают, убирать, не убирать это. Друзья мои, я никогда не убираю вот эти бутоны. Потому что не вижу смысла 80 штук бегать, выщипывать бутоны. Но если там 2, 3, 4, 10, может быть, нужно. Но если вы будете хорошо подкармливать и хорошо поливать свои растения, что вполне может быть, они в таких неблагоприятных, можно сказать, условиях. Все-таки завязывать будут долго. Вот. И поэтому, может быть, с маленьким перчиком вы посадите. А может быть, и скорее всего, что это отвалится. Может и такое быть. Но это ничего страшного. Это не играет. Как говорят, что вот если вы не уберете коронный цветок, все, у вас не будет никакого урожая. Неправда. Я никогда этим не занимаюсь. Поэтому урожай будет. Главное, чтобы кормить, поить и ухаживать за ними. Вот. Вот таких вот, в общем, тоже ответила на вопрос по поводу удаления цветочков. Ничего убирать не буду. И вот, вы знаете, тоже вопрос был. Почему именно после шестого? И вот здесь вот наглядно видно, что практически на всех перцах после шестого идет развилка настоящего листочка. Если посчитать раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот после шестого листочка, вот оно пошло, коронный цветок. И развилка. Поэтому, поэтому я и один я обрежу после шестого листочка, а второй оставлю. И тоже будем наблюдать за ними. Вот, наверное, этот он так больше потянулся. Здесь уже вот что-то вот есть уже. Что-то есть тоже. Я их полью сегодня с азотиком. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять, шесть. И вот после шестого листочка я сейчас вот это вот и отчекрыжу. Вот так вот. Вот такая получилась у меня поланечка чудо. Тоже взрыклить надо все. Ничего не жалеем. Любая стрижка, в общем, нравится перцем. Особенно острым очень нравится. Поэтому с урожаем мы будем. Вот такой вот здоровенький тоже, хорошенький. Перцы радуют, конечно. В принципе, как и томаты. Это вот, конечно, было бы потеплее у нас. Или что-то можно было бы высаживать. Но, скорее всего, что произойдет, это у нас не скоро. Каждый год надеемся на тепло ранее. Пасха ранее. Но все-все то же самое. Морозы и идет снег. Друзья мои, если есть вопросы, пожалуйста, не оставьте без внимания мою просьбу. Кажется, мы должны поддерживать и подставлять плечо друг друг другу. Мне кажется, это правильно. Спасибо. До свидания.